Большие выигрыши, высокие коэффициенты, надежный букмекер. Все это букмекерской компанией 1xBet. Ссылка в описании. Эй, всем здорова! Пару дней назад отец Хабиба Абдулманаб Нурмагомедов решил пригласить Конора Макгрегора в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо. Гостем приглашаю на этот турнир еще раз к нам гости нашего близкого друга Олега Николаевича Доктарова и Макгрегора. Конечно, он навряд ли посетит это мероприятие, но все равно многие обсуждали, как же его примет Дагестан. Тут мнения расходились, но большинство посчитало, что как гости его встретят хорошо и может спокойно приезжать. Подтверждение этому и дал и Хабиб. Он рассказал, как именно его встретят, если Конор решит посетить Дагестан. Даже не знаю, но если Дагестан приехал, у нас это святое, когда встречат гостей, этим и славится Дагестан. Я думаю, ему есть на что там посмотреть. Ну, может, там борцовский зал покажет, он бороться не умеет. Я думаю, все показалось. Может, вы чем-то угостили бы особо. Ну, гостей мы кормим, конечно. Обязательно накормим. У нас голодные гости не бывают. Они все сытые, одеты. Накормили бы тоже. Идем дальше. Магомед Исмаил все-таки рассказал свое мнение по поводу боя против Минеева. В своем инстаграме он выложил пост, где явно недоволен судейством. Присмотрел бой и с уверенностью говорю, что этот бой я выиграл. Первый, второй, четвертые раунды мои. Причем первый с преимуществом 10-8. И если, присмотрев этот бой, вы считаете иначе, то вы ничего не смыслите в ММА. По поводу нарушений я все сказал в этом видео. Этот спорт где есть правило. Я вышел драться по правилам. Рефри в ринге для того, чтобы пресекать нарушения. И если он же нагло закрывает на это глаза, то возникает вопрос, почему? И зачем вообще он нужен? Рефри был заинтересован и предвзят. Я никогда не стану об этом молчать. Подонок. Но это была славная война. Я кайфанул от мяса в клетке. Отдаю должное Минееву, он хорошо держался. И что бы ни писали люди, я все равно смотрю в зеркало на свое побитое лицо и говорю, какой же ты бомбовый и лысый, а на лице чисто боевой окрас. Всем добра и улыбок. И как можно меньше боевых окрасов на лице. Я не люблю, когда рефери предвзято судят. Я не люблю, когда глава или как президент промоушена заходит в рейкер и говорит, что я думаю, что Владимир победил. Хотя это не так. Он не победил. Как ты можешь думать, что он победил, если это не так? Ну, бой можно пересмотреть, можно там, может быть, все может быть. Я доволен в любом случае. Я не из всех людей, которые доволен одним результатом, другим результатом. Я же говорю, иншаллах, если позволит Всевышний. Садь, что так было, суждено. Я в любом случае буду воздавать в хвалу Всевышнему. В любом положении. В хвалу Всевышнему. Ничего, ничего. Ну и фикс. Вот так, короче. Они. Очень много споров вызвал этот бой, но судя по комментариям под его постом, большинство все же не одобрили его слова и посчитали, что он зря оправдывается. Кстати, парни, пишите по этому поводу, что думаете вы. Заслуженная ли была ничья, либо мага и правда выиграл Минеева. Возвращаясь к Хабибу, после боя с Макгрегором он стал еще больше популярнее. И вот буквально вчера члены российского байкерского клуба «Ночные волки» провели встречу с Хабибом. В ходе встречи байкеры подарили Нурмагомеду уникальный мотоцикл ручной сборки. Это первое отечественное такое. Чисто русский подарок, который здесь у нас дома произвели, так что большое спасибо. Будете ездить? Да, конечно, у вас с первого буду учиться, а потом ездить. Ну и напоследок, переходя к потенциальному бою Хабиба и Мэйвезера по боксу, Анатолий Ломаченко рассказал свое мнение по поводу этого боя. Во-первых, начнем с того, что он не верит, что такой бой состоится. А если даже и состоится, то ему это явно не понравится. Это неуважительно ко всем боксерам. Да, это бизнес, хорошие деньги для обоих. Но это как театр. Пусть Флойд примет участие в UFC как боксер. Хабиб же не боксер, он борец. Рассказал Ломаченко. Итак, парни, на этом у меня все. Не забудь подписаться на канал, а также поддержи видос лайком. Пока!